Меня зовут Любовь Теплинская. Для всех, кто знает, кто не знает. Ну, в общем, я нутрициолог, натуропат, человек, который уже больше 15 лет занимается здоровьем, правильным питанием, функциональным питанием. В общем, как ни назови, а именно тем образом жизни, которое позволяет жить в красивом теле, здоровом теле и, самое главное, быть активным в этом мире. Потому что мне сейчас 54 года, в этом году уже будет 55. Кто-то выходит на пенсию, но я так поняла, что это только время, начало жизни. Внуки подрастают, они требуют внимания, энергии и здоровых ног, бабушек и дедушек. Поэтому имею счастье быть женой, бабушкой, мамой, в общем, всему понемногу. Ну, еще и занимаюсь своим любимым делом. Поэтому люблю заниматься именно системой красоты, омоложения и здоровья. Ну, в общем, это мой профиль, по которому я развиваюсь уже вот такое длительное время. И сегодня у нас с вами интересная тема. Я буду переключаться на, включать вам экран, показывать слайды, потому что я для вас приготовила интересную и полезную тему о современном направлении. Направлении не только как научиться питаться, а как вообще позиционировать себя со стороны эксперта по здоровью и питанию. Потому что, ну вот я сейчас понимаю, что меня смотрят и девушки, и юноши, и мужчины, и женщины. Кто-то умеет готовить на кухне, кто-то пользуется чьим-то вниманием и умением. Но в любом случае кто-то когда-то остается сам один на один с этим же пациентом питанием. Поэтому задача не иметь понимание в этом и еще умение быть полезным своему окружению. Потому что на самом деле мы где-то на кого-то все равно влияем, особенно мамочки, бабушки, жены и сестры. Они больше всего проводят время, по-моему, по, ну так сказать, питательной базе для своей семьи. И то, что мы с вами едим, как раз оно и соответствует того, как мы с вами выглядим. Ну это мой личный опыт, поэтому делюсь. И я вам сейчас хочу продемонстрировать экран и показать некоторые вещи прямо на слайдах. И хотела бы сначала обратить внимание, что сегодня вообще актуально. Смотрите, у меня сегодня тема такая вот интересная в чем. Потому что многие слушают мои вебинары, многие пользуются какими-то рекомендациями, консультациями. На самом деле, я так понимаю, что когда рекомендует что-то человек, он слушает, но возникают все новые и новые вопросы. И я рекомендую сегодня присмотреться к стороне, вот быть рекомендателем того направления, которое сейчас модно, актуально и жизненно необходимо. И я сегодня предлагаю новое направление по управлению своим телом, здоровьем, самочувствием. И называется это направление школа нутрициологии. Что такое вообще нутрициология? Это система оздоровления через клеточное питание. А нутрициолог это вообще, я считаю, профессия будущая. Сейчас многие научились зарабатывать деньги. Сейчас многие научились жить в каком-то направлении, двигаться в направлении, интернетом заниматься. Сейчас даже знакомлюсь с девочками, которым за 80 они развивают каналы. Они там чему-то учат население. И мне это так нравится. Думаю, боже, у человека такой рубеж перешагнул, действительно, с серьезного возрастного такого эквивалента. И он занимается чем-то, еще и полезен обществу. Это круто. Но каждый, я думаю, каждый, хочет быть при этом в здоровом теле и с понимающими мозгами. Почему? Потому что интересно путешествовать, когда у тебя ничего не болит. Интересно заниматься бизнесом, когда тебя не отвлекают больничные. Интересно жить в своей семье и быть полезным окружающим, если у тебя на это есть активность и энтузиазм. А энтузиазм в больном теле практически вещь несовместима. Поэтому система – это образование для людей любого уровня знаний и амбиций. Скажу о себе, у меня нет медицинского образования. Но толчок, когда у меня просто обвалилось мое собственное здоровье и в 36, 38, 40 лет я понимала, что у меня столько хронических заболеваний, что у меня просто не хватит ни денег, ни здоровья это все излечить. Поэтому у меня кризисно возникла ситуация, когда мне просто необходимо было решать все вопросы со здоровьем. А когда я уже выровняла эту планку, обучившись, натренировавшись на собственном опыте, я поняла, что еще можно эстетику улучшать, красоту восстанавливать и в молодость возвращаться. И вот этим я как раз и занимаюсь больше 10 лет именно непосредственно вот как раз эстетикой тела. Я предлагаю как раз вот то направление, в котором мы выделили суть, сохранили логику, добавили выводы актуальных исследований и хотим передать эти знания на доступном языке. Почему доступном? Я посещаю медицинские конференции, я езжу на курсы нутрициологов, я общаюсь с профессиональными врачами, то есть с врачами, которые там по 20 лет занимаются медициной, знают кучу заболеваний. Мне их язык порой вообще непонятен, я прошу там что-то допудлинно раскладывать на запчасти, ищу это переводы в интернете. И стараюсь быть полезным окружающим именно на доступном нормальном языке, не медицинском. То есть перевожу сложные термины в простой общедоступный язык для понимания всех. Поэтому школа нутрициологии, она позволяет обрести новую профессию, начать разбираться в науке о питании, повысить свою экспертность, получить знания, которые улучшат качество вашей жизни. Ну а те, кто еще и занимаются практикой, то жизни клиентов. Вообще эта тема еще рассчитана на людей, которые работают в разных сферах, соприкасаясь с другими людьми. Кто-то имеет группы, ну там врачи-стоматологи, кто-то фитнес-тренера, кто-то еще, но об этом я скажу позже. Почему я имею право об этом говорить? Почему имею, как кто-то мне сказал? Ну вы прям нагло заявляете, прям вот как бы аж, да, нагло заявляю, потому что моя практика и мой личный опыт позволяют мне об этом говорить. Когда мне было 43 года, я уже выстроила систему оздоровления и уже ею занималась. Но внешний вид как бы так еще оставлял желать лучшего. Сейчас, минуточку. Да, вот как раз на слайде, где мне 43 года, если его увеличить, то в принципе отечность лица, морщинки, раннее уже такое, знаете, превращение моего тела в теткина. Как мне сын сказал, в тетку превращаешься. А я не хотела превращаться в тетку, мне это неинтересно. А вот эти опухлости, они меня уже портили. То есть я видела, как лицо становится просто старческим. Хотя в душе я была вообще энтузиаст. А вот в 53 года, то есть как я делаю анализ, я беру фотографии 10-летней давности и смотрю, в какую сторону я ушла. Вот первое, я просила взять с собой карандаши, ручки, листочки и заняться практикой. Поэтому для меня у вас первое задание. Возьмите фотографию 10-летней давности, ну такую, чтобы видно было лицо, там фигуру, и просто посмотрите, вы в какую сторону ушли. Либо вы зависли как мотылек, да, и сохраняете свой статус прям вот независимо от времени. Прошедшего. Либо вы посмотрели, что что-то уже пришло в ту сторону, которую хочется менять. Либо вы молодец, вы просто повернули время вспять, и вы как раз находитесь на правильном пути. Поэтому так можно отследить. Это практика. И рядом мой муж. Ему в том году исполнилось 60 лет. В этом будет 61. Вот 1 июня у него день рождения. И это у нас фотография на Новый год. То есть как бы мы семейная пара, которая занимается практикой здорового питания. Поэтому имею наглость утверждать, что старость, она только в паспорте, а молодость, она в вашем теле. И всегда ее можно вернуть, если вам этого хочется. У меня в группе есть много результатов. И за это время, конечно, накопилось. Вот Лариса Павловна, которая 50 лет аллергии, лишний вес, отечность, одышка. И вообще человек никуда почти не ездил. Была куча всего. А теперь это образованный нутрициолог. Она закончила курсы. Она получила свой собственный результат. Сейчас ей... Это фотография, по-моему, 6 лет недавности. Сейчас ей 71 или 72. Сейчас скажу. Ну, 74. У нас не разница ровно в 20 лет. Да, у нас день рождения почти рядом. У меня 10 декабря, а у него 7. То есть, как бы, ну, разница именно в 20 лет. Крутой результат. Она сейчас в таком же теле. У нее красивая, у нее даже кожа на лице. Вот тут она похудела. Вот как первый результат, знаете? Когда начинаешь менять свои параметры. Первое, как гадкий утенок. Знаете, стадия гадкого утенка. Когда ты трансформируешься, но еще не приобрел статус лебедя. Вот у нее этот переходный период. Надо сделать третью фотографию. Сейчас она как раз в лебедином таком. Лебединая песня у тебя. У нее кожа лица прекрасная. У нее молодость, понимаете? В 74 года просто прекрасно выглядит. Еще результаты. Когда мне говорят, не, ну, молодым классно. Вот слева девушка, у которой за курс прошло, ну, как бы, минус, сколько там, 21 килограмм, минус 31 сантиметра в талии, животе и бедрах. Ну, это классно. Классный результат, конечно, можно. Да, а если мне говорят за 70, то это уже нереально. Вот рядом Людмила Федоровна, у которой болезнь Альцгеймера и еще куча всяких. Не буду сейчас называть болезни, но человек взялся за свою жизнь, за свое здоровье. Сейчас она тоже нутрициолог. Я почему этих людей показываю? Они не просто имеют свои результаты. Они продолжают их иметь все больше и больше. Недавно она и ее муж прошли у меня курс по трансформации тела еще. Подвижность увеличилась, не знаю во сколько, много раз. Сейчас он сел на велосипед, ему уже девятый десяток. Он ездит на дачу сейчас на велосипеде и радуется тому, что шея двигается во все направления, головой крутить может, поэтому ему не страшно ездить по трассе. А дача находится довольно-таки далеко от города. Поэтому эта семья, которая сама себя содержит, приносит радость детям, внукам. Они полезны обществу. Они заботятся о своих там многочисленных родственниках. Они активны и при этом легко себя чувствуют, потому что вес стабилен, ничего не прилипает лишнего, и активность их самих радует. Ну и, конечно, меня радует, когда трансформация приходит, ну просто аж удивительно омолаживая, превращая лицо просто в прекрасное. Знаете, это как вот, ну как сказка, когда вот, знаете, одел, ну я даже не знаю, какие сказки сравнить, когда раз палочкой замахнул, и все классно. Эта девушка из Москвы обратилась по поводу похудения, да, как вот снизить вес. То есть получилось не только убрать вес. Посмотрите, мы с ней сфотографировались даже, она приезжала к нам, и просто чудесная фотография. Вот, эта девушка просто превратилась, ну не знаю, в красавицу. Она-то и была всегда красавицей. Ну вот когда человек забывает о некоторых правилах питания, то как-то тело отзывается не очень. Но это только внешность вот такая. А представьте себе самочувствие. Это, ну, мы когда начинали с ней курс, это как бы там чистка была, там не все так красиво было. Еще и там много чего нам прошлось с ней за руку пройти, прежде чем, ну, вот такой результат получить. Ну и что говорят наши студенты? Да, говорят, что научились составлять свой рацион питания без жестоких диет. Чего боятся люди? Это ограничений вот этих вот, знаете, голодовок. Все хотят вкусненько покушать, но при этом ничего за это, чтобы не прилипло ни сантиметра в бок. Да, вот поэтому курс, которым я занимаюсь, это вкусно, это сытно питаясь. Учиться было легко, интересно. Люба давала материал в тематических файлах, домашних заданиях. Я научилась читать результаты анализов. Смотрите, мы еще становимся домашними докторами. Я учу людей экономить деньги на сдаче анализов. Не все анализы нужно сдавать. В первую очередь пройди лабораторию в туалетной комнате. И мы научимся диагностировать состояние своего здоровья, не выходя из дома. В результате они с мужем изменили свой рацион питания, сбросили лишние 3 килограмма, уменьшились объемы. Будет продолжать. Интересно, что при этом порции увеличились. Но просто изменилось качество еды. Процесс омоложения запущен, курс – это начало дороги. Мне нравится, что люди не прекращают заниматься, они развивают это все. И помимо них еще это, как мне кто-то сказал, у меня пострадал и муж. Каким образом? У мужа проявление аллергии меньше стало. Кстати, вот Леночка, не знаю, вы сейчас здесь или нет. Это буквально человек от Бога, вообще такой отзывчивый. Все выполняет, все делает. Муж, как она сказала, не поддерживал ее в предыдущих заплывах на дистанцию похудения. А в этом, когда мы начали работать с ней, у нее муж как-то прислушался. Я даже имела честь с ним разговаривать. Иногда он подслушивал наши разговоры и как-то тоже комментировал. Так вот у мужа проявление аллергии стало меньше. Просто на питании. Муж стал счастливой от такой еды, а ведь никогда не хотел с ней есть. Почему? Ну потому что какие-то ограничения обычно, что-то на какой-то бессолевая диета, еще что-то. Мужчины это не любят. Мужчины любят сытно кушать. Поэтому нужно кушать сытно, но вкусно и правильно. Кожа, исчезло шелушение, гладкое, суставы, тазобедренные суставы, все улучшилось, как будто снялось, и они выровнялись. Ощущение, что ровнее стало ходить. Это что? Это уже эстетика тела. Это красота. Это наша молодость. Что нас волнует больше всего? Посмотрите. Быстрое старение и лишний вес. Быстрое старение — это когда смотришь в зеркало и уже не хочется смотреть. Надо пластику делать, надо боток сколоть, надо какие-то инъекции делать, потому что хочется вернуть эту красоту. А по одежде, когда одеваешь одежду, боже, ну те джинсы, которые уже одевал, не знаю, в прошлом году, одеваешь и сразу что-то сверху бы валивается. Бывает такое? Или это только у меня было, когда я после зимы одела джинсы, которые мне, ну как-то мне показалось, на размер меньше стали. Слушайте, ну прям выпало. Если бы еще так в талии стянуть, то грудь бы увеличилась, да? Взять, перекачать этот жир наверху, вот тогда было бы классно. Ну а так, оно же висит не там, где надо. И платье, которое тебе нравилось, и ты была в ней какая-то красивая, оно становится что-то уже не то. И надо одевать балахонистые вещи, и плечики скругляются, и все это ухудшается. А болезни – это то, о чем практически никто не думает заранее, но чаще всего туда уходят колоссальные деньги, когда приходится капремон делать. И мне просто бывает, это я сейчас, да, так говорю, раньше я так не говорила, когда я докатилась до своих проблем, конечно, я уже заботилась тогда, когда все упало. И я понимаю, так многие делают. Когда покупаешь машину, она дорогая. Ну, мудрые водители делают что? Т.О. Техническое обслуживание. Если особенно собираются далеко ехать, так вообще переберут машину, завонят ее в мастерскую, попросят колеса там отбалансировать, все выставить. А мы что, бесплатные? Ну, в принципе, да. С нас же родители деньги не брали за 20 лет воспитания, да? Ну, кому-то 15. Не знаю, может, с кого-то и брали, с меня нет. Поэтому я вам скажу одно. Когда я начинаю заниматься с человеком на курсах, мы занимаемся питанием, эстетикой, жизненными принципами, а в итоге на самом деле решаем вопросы по здоровью. Потому что, решив вопросы по здоровью, вы освобождаетесь от лишних трат и занимаетесь своим здоровьем уже как бы параллельно, даже особо не прилагая к этому усилиям. Ну, здоровье улучшается, улучшается. Что сейчас вообще покупает рынок? Меня часто приглашают во всякие финансовые проекты. Честно скажу, не отвлекаюсь от своего направления, потому что люблю то, чем занимаюсь. Ну, просто обожаю. Особенно люблю своих клиентов, особенно люблю с ними общаться. И даже если я чего-то не знаю, у меня всегда есть помощники, профессиональные врачи, которые мне помогут еще, ну, как бы, ответить на те сложные вопросы, которые я иногда не понимаю в диагностике. Моя задача понимать, ну, что поломалось и как это выровнять. Если вы сейчас с водичкой, пейте, пожалуйста, водичку. Как раз время пить водичку. Пока я не ем, я всегда кью. Пусть это будет жизненным принципом. Поэтому, если, как бы, хочется еще и параллельно получать деньги за интересную работу, то, в принципе, рынок сейчас покупает, смотрите, эстетику тела. Есть категория людей, которым важно, как выглядит их тело. И многие сейчас хотят либо похудеть, либо набрать вес. Ну, кто-то хочет помолодеть. Антиэйдж – это направление действительно перспективное. Поэтому рынок сейчас покупает эстетику тела. На это тратятся колоссальные деньги. Второе – здоровье. Есть люди, которые на первое место ставят свое здоровье. Либо они такие по жизни… Вот у меня муж, он как бы говорит, я с юности своей уже знал, что мне надо заботиться о своем здоровье. Поэтому БАДы он начал пить в раннем возрасте. Вот тогда, когда многие пробуют первые сигареты, первый алкоголь, он пробовал свои первые БАДы. Поэтому в своих 60 он выглядит… Ну, сами судите, да? Мне кажется, 40 больше не дашь. Особенно по его энергии, когда приходит внучка, это два ребенка. Все, у него хватает энергии даже перепрыгать ее, когда она уже устала. И я считаю, это классно. Так вот, есть люди, которые как-то вот умеют заботиться о здоровье. Есть такая категория людей, таких, как я. Ну, как припечет. Вот, знаете, вот, говорят, евреи за три года до болячки, а русские за три дня до смерти, да? Ну, вот у меня был такой принцип, когда уже вообще все стало не очень, вот тогда, ну, как бы надо было что-то делать. Поэтому кто-то хочет себя просто бодрым чувствовать, а кто-то просто жалко денег на лекарства, давайте я попробую. Ну, что-то другое. И такое тоже есть. Поэтому здоровье сейчас покупаемо, и особенно если начинать сравнивать с медициной, которая берет сейчас колоссальные деньги, за лечение от тех же вирусных и простудных заболеваний, то я вам скажу, намного выгоднее профилактировать. Но к этому надо дойти. Не всем дано, но я знаю, что дано. Красота. Ну, красота тоже всегда покупаемый продукт, потому что вы же знаете, да? Мы так любим украшать себя, да? Вот, особенно девушки. Потому что всем хочется выглядеть привлекательно. Вот я знаю, почему люди не могут выжить на необитаемом острове. Не перед кем похвастаться. Некому показать. Вот точно там за мухрышкой будешь ходить. А что, ну, кому вообще это все надо, если, ну, никого рядом нет. Поэтому пока человек жив, я считаю, он всегда хочет быть привлекательным. И это покупается рынком. Поэтому эстетика тела, здоровье, красота – это то, что сейчас покупает рынок. А что же нас вообще окружает, и почему у нас не все так, как нам бы хотелось? То, что влияет на наше здоровье, это, говорят, у меня по наследству все это. Да, у меня мама, кстати, бабушка. Это сердечно-сосудистая патология и печень. Ну, вот два фактора, которые… Про бабушку я не помню, что там у нее было. А вот бабушка с мамой по женской линии, как бы мне сказали, тоже будет. Ну, точно у меня все это было. Но, вы знаете, наследственность можно на себе присоедать. Я пресекла, мне так кажется. Ну, во всяком случае, по всем параметрам. У меня нет сердечно-сосудистой патологии. Давление у меня нормальное, даже чуть ниже, как мне сказали, это даже лучше. Ну, не лучше, 120 на 80 – это фактор реально отличного давления. Вот, и по наследственности… Я понимаю, что печень у меня уже убита была на предыдущих работах. Практически полностью хорошо, что этот орган восстанавливается. И клетки печени реанимируются, если они не в циррозе. Поэтому по наследственности передается всего лишь 4% разных заболеваний, а все остальные заболевания передаются через ложку и вилку. Это гарантированно отвечаю, потому что сталкиваюсь с тем, что и сахарный диабет, и повышенное давление, и аллергия, и все прочее. Да, наследственный фактор есть, но образ жизни передается нам по наследству. И вот что мы делаем на курсах? Меняем этот образ жизни. Давайте пресечем на себе эту патологическую линию каких-то заболеваний и наследственных факторов. Нет этого. Все, что до года не выявлено на уровне ДНК, можно исправить. Экология. 11% то, на что практически не повлияем, если только не переедем в другое место. Поэтому здесь как бы питание ни при чем. Но я вам скажу, здоровый, сытый человек даже в плохих экологических условиях чувствует себя всегда лучше неухоженного человека. 100%. И стрессы. Знаете, смотрела видео «Здоровье мудрых анарар». Если захотите, посмотрите это видео. Классно. Взяли эксперимент, взяли двух воробьев. Одного уличного, неухоженного, и второго поместили в идеальные условия. Кормили, поили, ухаживали. Никакого стресса. Знаете, насколько он больше прожил? Обычный воробей на улице живет в среднем год. А тот, которого поместили в идеальные условия, 17 лет. Представляете, в 17 раз можно повысить свою жизненную силу, если убрать стрессы. Но стрессы стрессом родные. И питание. От питания зависит 70% нашего здоровья, внешнего вида и всего прочего. Поэтому сейчас топ-5 болезней цивилизации. Смотрите, вы даже можете отследить это на своей семье и своем окружении. Просто присмотритесь. Ну, чтобы я не голословно. Первое – это сердечно-сосудистые заболевания. Гипертензии, инфаркты, инсульты и т.д. и т.п. Скажу по своей семье. Да, у меня практически 99% моих родных людей. Это мама, папа, брат родной, бабушки. Практически у всех одно и то же. Инфаркт, инсульт. Ну, только у брата было язва желудка. Ну, в принципе, все равно там потом была сосудистая патология. Сахарный диабет второго типа. Особенно с многочисленными осложнениями. Но столько, сколько сейчас людей с сахарным диабетом, я в своей юности вообще не видела. Я вообще не знала лично людей с сахарным диабетом. Сейчас я не то, что их знаю. Я с ними каждый день разговариваю. Это каждый второй, третий в моем. По поводу смертей. Ну, как бы, может, это громкое заявление. Но, честно скажу, как говорят, знаешь, осведомлен, значит, уже чем-то защищен. И как-то можешь на это реагировать. Поэтому, когда я показываю эти слайды, я как бы просто переживаю с вами вот то, что творится в окружающем мире. Потому что сердечно-сосудистые – да, раковые заболевания – да, и сахарный диабет – да. Если вы посмотрите вокруг, вы сами себе сделаете свою собственную оценку и статистику. И не надо даже никаких там бюро статистических, которые вам предоставят какие-то цифры. 50 причин вызывают эти заболевания. И они все напрямую связаны с питанием. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Атеросклероз – что это? Бляшки на стенках сосудов, которые закупоривают этот сосуд и делают невозможным кровоток. А именно по крови идет все питание. Нет питания – некроз тканей. Некроз тканей, если это сердце – инфаркт, если это мозг – инсульт. Ну и что? Значит, если где-то не получили питание, то конец жизни в каком-то участке. Поэтому внезапная смерть – это еще одно. Но то, что парализует людей или оставляет в каком-то неприятном состоянии полудвижимости… Ну вот я сейчас много общаюсь, у меня курсы проходят индивидуальные, групповые. И, честно сказать, страшная картина. Решаем с одними людьми вопросы эстетики тела, хочется красивее выглядеть. А приходится потом параллельно. А у меня у мамы… Ну вот буквально девушка консультировалась и долго ее не слышала, как-то пропала. Вот и потом объявляется, у меня у мамы инсульт, парализована. Отнялась речь, логопеды работают. Ну, я понимаю, что уже не до своей эстетики, когда приходится заниматься родными людьми, у которых такие вопросы. Не пугаю, просто говорю, посмотрите вокруг. Это трезвит. На самом деле атеросклероз является причиной номер один во всех развитых мирах. Почему в развитых? Потому что, опять-таки, нам доступно очень много питания. Сейчас, 20 лет назад, когда началось развитие супермаркетов, вы посмотрите, как изменилось наше питание. И вот эти вот стеночки, которые должны быть гладенькими, с таким хорошим проходом для кровотока, они становятся вот такие суженые, потому что растет атеросклеротические бляшки. И как это происходит, мы рассказываем на курсах, потому что здесь надо просто понимание, почему какая-то пища вызывает закисление организма, и почему этот жир, который нам архиважен, не может сделать свою полезную работу. И нас заставляют не есть жиры, вместо того, чтобы их есть, но правильно при этом себя чувствовать. А ученые обратили внимание на то, что действительно, когда нас пугают жирной едой, я сейчас смотрю, вот курсы, некоторые девушки проводят там марафоны, похудения, не ешьте жирный творог, не ешьте то, и пугают людей жиром, пугают этим. Врачи статины там выписывают и все прочее. Давайте просто разберемся. Смотрите, после вскрытия 300 погибших солдат американской армии во время корейских событий, в 50-е годы, им было по 22 года. И при жизни они вообще были, ну, считались, может, даже не абсолютными, но относительно здоровыми людьми. И патологоматомы вскрыли, и, ну, как бы обнародовали, что 75% из них были поражены, у них были поражены коронарные сосуды, бляшками. У каждого четвертого просвет артерии оказался суженным на 20%. Сейчас инфаркт у 20-летних людей. А у каждого десятого на 50. Такую картину можно наблюдать у жителей стран с высокими жизненно-экономическими потенциалами. А вот как выглядит ситуация в менее цивилизованных странах. Итальянский врач при обследовании 203 погонщиков-верблюдов в 62-м году в Сомали не обнаружил ни у одного из них признаков атеросклероза. И древние китайцы говорили, если ты заболел, смени питание. Если не помогает, смени образ жизни. Если и той другой не поможет, иди к врачу. Так с чего надо начинать? Ну, не с врача начинать. Врач может 10% улучшить качество вашей жизни. А на 90% это ваша личная территория ответственности. И оптимальное питание станет медициной будущего. Не мои слова, но я с ними согласна. И нутрициология — это как раз современная наука. Это раздел гигиены питания, который занимается изучением пищи, питания продуктов, питания пищевых веществ, ну и вообще всех компонентов, которые входят в состав продуктов и еды, которую мы едим. Их взаимодействие, употребление, он в свои... В общем, знаете, я вам скажу так, один и тот же овощ можно приготовить так, что это будет тренажёр для зубов, и может быть клетчатка, либо это будет ещё и витаминное блюдо, либо это будет жир на боках. Смотря что вы с этим сделаете, и смотря с чем вы это будете сочетать. Поэтому иногда самая банальная еда, которая традиционно выставляется на стол, особенно во время праздников, она настолько убивает нас, а мы даже это не замечаем. А иногда самая простая еда, ну которую мы можем... Ну она должна быть полноценной, она должна быть сбалансированной, она должна накормить каждую нашу клетку. Поэтому вывести организм в здоровье — это и есть направление нутрициологии. При этом поддержать его, и чтобы никакие болезни не было. Именно поэтому направление нутрициологии сейчас так актуально. Это питание, это эстетика тела, это здоровье и красота. Ну а что ещё нам вообще надо по жизни? И сейчас на это большой спрос. Как узнать, что ваше питание правильное? Это отличное самочувствие, это мы энергичны, это мы болеем, ну не больше двух-трёх раз в году, и то не сильно, и без осложнений. И при этом мы, как на рояле умеем играть, контролируя свой вес. Я вам скажу, когда вы изучаете принципы, питания, правильного отношения к себе и к телу, вы становитесь дирижёром своего собственного тела. Вы умеете контролировать. Я не боюсь, есть какой-то продукт, который, ну по моему уже пониманию, он способствует, ну те же простые углеводы или сложные углеводы, неважно, я понимаю, что это риск набрать объёмы в виде жира, но я знаю некоторые принципы, которые позволят мне избежать этой ловушки. Я съем вкусненько, я не буду себя как бы во многом ограничивать, но при этом я ничего, как говорят, мне за это ничего не будет. И об этом тоже нужно знать. Природа создала всё, чем можно себя испортить и чем можно себя красиво вывести из этой ситуации. Поэтому здоровье гораздо большее зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства. Но не надо нас лечить, нас нужно правильно кормить. А теперь возьмите свои ручки, блокноты и оцените себя и своё состояние по 10-бальной шкале. Мне бы хотелось сейчас, вот смотрите, первое, ваше самочувствие по 10-бальной шкале. Напишите, ну прям сейчас сразу, на вскидку, как подумали, так и написали. Как часто вы болеете, то есть ваше состояние здоровья, да, недомогание, головная боль, кровь, окружение, метеозависимость, это тоже туда. Вот как часто. Вот по 10-бальной шкале от идеального здоровья до такого состояния нестоятельности. Вот где-то какое состояние. Энергия, четвёртый пункт, да, насколько вы энергичны, насколько вы жизнеспособны в течение дня или какое-то время дня у вас как-то выключает. Или, ну, по весу, да, если у вас лишний вес, ну, конечно, по вашему мнению, вот, по 10-бальной шкале. Сейчас я хочу вас увидеть. Неинтересно. Так, сейчас, минуточку. Хочу с вами пообщаться. Так, добавились. Давайте сейчас включим микрофончики. Нас не так много, чтобы мы могли пообщаться. И давайте пообщаемся. Предлагаю включить микрофончик и сказать, у кого что получилось. Любочка, вижу микрофончик, ключик. Ну, скажите что-нибудь. Я только подошла, поэтому... Хорошо, Люба. Отдавай, пока ты в эфире, и я тебя слышу. Ну, скажи, вот как ты оцениваешь сейчас своё здоровье? Ну, по 10-бальной шкале. Ну, так... Ну, пятёрка где-то. Пятёрка. Есть куда расти. Классно. Потому что, если бы была десятка, ну, вообще, прям уже неинтересно, да? И делать нечего. Хорошо. А энергия твоя, вот, на каком состоянии? Как оцениваешь? Ну, наверное, на 4. На 4. А самочувствие? Ну, вообще как? Ну... Или самочувствие классное? Более-менее нормально. Нормально. А лишний вес, ну, вот как бы по... Да, лишний вес 50% лишний. 50% надо сдуть, да? Хорошо, вот Сергей поделился, да? У Сергея по 10-бальной шкале самочувствие, ну, как бы лучше всего получается вес... Я не поняла, Сергей, лишний вес на 10 баллов это сверх того или как раз в идеальном весе? Ну, я так верю, что в идеальном весе вы на десяточку, Сергей пишет. А в остальном надо бы подтянуть. Энергии бы добавить, по здоровью бы поработать, да, и самочувствие бы улучшить. И было бы вообще всё круто, да? 10 – это плохой вес. Ага, надо поработать. Ясно. Серёжа, спасибо за ваши комментарии. Хорошо. Алена, так, вот, Валерий давно вас не видела. Смотрю, микрофон включился-выключился. Ну, скажите нам. Любочка, вам спасибо. Пожалуйста. Сергей, Валера. Валера, что скажете? Включайте микрофончики, пообщайтесь. Так, ладно, не буду вас пытать. Ладно, поехали дальше. Будем дальше общаться по поводу нашего состояния и как его оценить. Ну, а теперь с вами практика будет. Сейчас будем работать практическим образом. Сейчас, пожалуйста, я просила приготовить ленты. Так, Любочка, кто позже подошёл, ну, найдите, пожалуйста, сантиметровую ленту или хотя бы внимательно послушайте, потом померяйтесь. Ну, хорошо бы, если бы вы нашли ленту, и мы бы могли оценить нашу массу тела и индекс массы тела. Вот это очень важно. Почему это важно? Потому что каждый потерянный сантиметр гораздо важнее потерянного килограмма. Заявляю просто как авторитетный человек в этом плане. Смотрите, вот сейчас просто померяйте талию и можете написать в чат. Хорошо? У кого получается, ну, хотя бы кто-то, напишите в чат. Хорошо. Можете озвучить, кто-то, ну, можете не озвучивать, даже для себя напишите. Так, давайте практикой займёмся. Хорошо. Значит, масса тела. Так, сейчас вернусь на этот сайт, который у нас есть. Так, норма. Можете для себя записать, что талия, если у девочек, то это не более 80 сантиметров. Уважаемые, если талия расползлась больше, это риск и сердечно-сосудистой патологии, это риск сахарного диабета, это риск последствий онкологии. И это ещё нарушение метаболизма. Что такое метаболический синдром? Это когда повышается вес, когда нарушается углеводный обмен и получается вариант уже сахарного диабета, о котором люди узнают, 10 лет болея этим заболеванием, но при этом узнав об этом, когда сахара скаканули до 12. Это моя практика, когда я человеку года три назад говорила, тебе бы пора заняться питанием, приходи на школу. Да нет, некогда, я бухгалтер, столько предприятий, мне некогда. А потом через три года, ты представляешь, соседка померяла мне сахар, а у меня 12. Я говорю, так ты уже 10 лет, наверное, болеешь сахарным диабетом. Когда было 6-7, ты просто не обращала на это внимания. Так вот по талии можно уже узнать, потому что вот этот вот треугольник метаболического синдрома, это повышенный вес, повышенный сахар и повышенное давление. Вот они. Если два есть, третий приплывёт уже близко. Это предварительная оценка себя, даже к врачу не ходи. Просто померяй себя и будешь знать уже, в каком направлении ты движешься. У мужчин меньше 94 сантиметра. Я вам скажу, меньше 90. 94 это уже как бы с запасом дали. И если ты 90 уже намериваешь, 94 уже не за грамм. А там и 106, и 112, и дальше. А когда я ставлю весы на такую умную платформу, которая называется анализатор, японский, Тонито, то я вижу еще висцеральный жир. И сейчас беременных мужчин вижу больше, чем беременных женщин. Ну как бы статистика. Поэтому, уважаемые мои, давайте померяем индекс массы тела. Берете свой вес в килограммах. Допустим, я вешу 69-70 килограмм. Возьму 70, считать даже легче. 70 килограмм. Рост у меня метр семьдесят. Значит, я метр семьдесят умножаю на метр семьдесят в метрах. И только потом я свой вес, 70, делю на то, что получилось. Проделайте, пожалуйста, эту работу. Потому что это очень важная работа. И сейчас пообщаюсь только с тем, кто захочет озвучить свой индекс массы тела. Потому что, ну, некоторые попозже, может, это сделают. Некоторые вообще не сделают. А кто-то включит микрофон и сейчас скажет, что получилось. Слышу, Глаз, айти микрофончиком. Озвучите, пожалуйста, у кого что получилось. Я и свою заодно посчитаю. По времени поймем, как это долго можно сделать. Как быстро вернем. Так, метр семьдесят умножить, да? Метр семьдесят. Два восемьдесят девять. У меня получилось двадцать четыре, запятая двадцать два. Ну, хорошо. Кто-то есть, кто хочет озвучить? Алло. О, значит, работаем по моим меркам. У меня двадцать четыре и двадцать два. Смотрите. А двадцать четыре и двадцать два, это как раз входит в норму. Потому что до двадцати пяти это норма. Если выше двадцати пяти, до тридцати, это уже избыточная масса. Ну, я думаю, ниже ни у кого, наверное, нет. Потому что это дефицит массы. Если меньше восемнадцати пять, то это дефицит массы. Если кто не успел записать, 30 дней в скайпе будет эта тема. Поэтому еще 30 дней можно пользоваться этой презентацией. Вы можете посмотреть слайды, посмотреть видео и просто для себя потом определить в спокойной обстановке. Ну, знаете, я верю, что когда делаешь, сразу все и получается. На потом не откладывайте. Если больше 30, до 35, это уже ожирение первой степени. Свыше 35, до 42, 40, 50, третья степень. После 50, это уже ожирение четвертой степени. Это уже высокий рубеж, за которым следует уже масса болезней. Чтобы снизить риск смертельных заболеваний, важно иметь оптимальный вес. Давайте посмотрим оптимальный вес. Конечно, эта таблица 25-летнего абсолютно здорового человека, просто эталон из эталона. Я не скажу, что всем надо весить столько, сколько в этой таблице. Но, знаете, давайте так сделаем. Во-первых, у нас всех разная кость. Я предлагаю, как проверить свое... Есть рост, есть крупное, среднее, мелкое телосложение. Крупное, среднее, мелкое меряется, если вы берете большой и средний палец одной руки и меряете запястье другой руки. Всем понятно или отвлечься и показать? Сейчас покажу. Пообщаюсь с вами. Меня сейчас видно, маякните. Алло, кто со мной? Люба, с микрофоном поговорили. Видно, да? Значит, смотрите. Берем средний и большой палец и обхватываем запястье другой руки. Вот у меня встык идет. Если встык, это среднее. Если у кого-то снахлёстом, знаете, вот даже пальчик так вот получается, то это мелкое телосложение. А если сомкнули и как бы расстояние, это крупное. Вот так можно проверить свое, как говорят, моя конституция, да? Широкая у меня кость, узкая у меня кость. Вот это телосложение. Крупное, мелкое или среднее. И если мы проверили телосложение, то мы с вами можем определить по шкале идеальный вес. А как мы его будем определять с вами? Ну, на самом деле. Сейчас. Как же так его сразу возвращать на нужное? Смотрите. По шкале берете вот с левой стороны. Здесь есть для женщин рост, да? Вот ищите в этой первой колонке, да, свой рост. Для женщин объясняю. Берете тут, смотрите, крупное, среднее или мелкое. Ищите свои параметры. Вот, допустим, у меня метр семьдесят и у меня среднее. У меня пятьдесят шесть-шестьдесят три. Это идеал. Я смотрю на крайнюю цифру. Да, шестьдесят три килограмма. Ну, честно сказать, прям как бы аж понимаю, что хорошо бы. Идеально. Но, знаете, вспоминаю себя в двадцать пять лет. Сколько я весила в двадцать пять лет. Вот у меня самый идеальный вес для меня был, как я себя хорошо чувствовала. Это двадцать пять-тридцать пять лет. Вот это было идеально для меня. Ну, просто я вообще не замечала своего тела. Оно было движимое, оно было такое энергичное, практически неутомляемое. Много чего поделала в это время. Я понимаю, что где-то шестьдесят семь-семьдесят – это как раз вот тот эталон для меня сейчас нормального веса. Да, сейчас семьдесят. Я бы не против скинуть еще бы три килограмма. Мне как-то и хорошо даже было. Поэтому я могу запланировать себе вот шестьдесят семь, шестьдесят шесть даже. Это вообще к лету просто идеал. Поэтому есть куда расти. Вы каждый себе можете написать. В зависимости от мужчин, вот колонка роста. Выбираете свой рост. Выбираете свое телосложение. Смотрите на пересечении. И получаете разбег от и до. Если этот разбег вообще никак не помещается в вашу голову, вспоминайте тот вес, в котором вам было идеально классно. Ну, только не сильно энтузиасты, потому что есть люди, которые прям как бы 90 килограмм ставят в хороший вес, потому что когда-то у меня было 120, и была катастрофа. А в 90 это я еще хорошо себя чувствовала. Поэтому, знаете, как бы всему есть свое обоснование. Ну, смотрите, так более реально и так, чтобы вы понимали, что, ага, было у меня время, вот когда действительно легкость и действительно хорошо. Потому что каждый килограмм лишнего веса тянет на себя нагрузку и накладывает отпечаток на наши суставы. К сожалению, с возрастом мы не молодеем, и суставы у нас изнашиваются. Как живет вообще современный человек? Больше стали ездить, комфортнее стали жить на диванах. Все способствует тому, что мы даже не вставая можем включать стиральную машину своим собственным телефоном. Вы знаете, сейчас много функций в телефоне, что даже можно запустить всю технику в квартире с помощью этой маленькой коробочки. Вообще вставать не надо. Все можно привезти домой из питания. Приходят, все приносят, все забирают, все стирают и даже убирают. В общем, вообще полный, двигаться не надо. Неправильное питание, потому что заходишь в супермаркет, и как мне сказали, там продаются пакеты для мусоров и мусор для пакетов. Стрессы. Ну знаете, если кто-то в современном мире, живя в городе и в цивилизации, говорит, что нет стрессов, да у тебя телефон не вовремя зазвонил, и ты уже понимаешь, что у тебя стресс. Собака рядом гавкнула нечаянно, ты ее не видел, и у тебя стресс. Стресс они везде, и мы не можем жить в вакууме, поэтому они всегда будут. Вредные привычки. Хорошо, если ты не куришь, но если сосед рядом курит и уничтожает твое здоровье, ну это на тебя как-то влияет. Плохая экология. Ну, уже об этом говорили. А что такое сбалансированное питание? Во-первых, есть еда, а есть питание. Еда для удовольствия, питание для клетки. Поэтому всегда нужно определять питательную ценность того, что ты сегодня съел, и это будет важно. Питьевой режим. Как без него? Вообще можно не то, что похудеть, а вообще нормально жить. Кровь. Сегодня ходила донорство, попросили сдать кровь там для мальчика. Есть люди, у которых кровь вообще не течет почти. Там предварительно берут из пальца кровь, проверяют на ВИЧ. И я понимаю, что не у всех людей даже кровь с пальца выделяется. Она жмет, 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 а у человека вообще она не выходит. Ну, прям как резиновая. Она чуть появилась и сразу зависла туда-обратно, затянулась. Как на резинке. Не могут из человека ее выдавить. Режим питания. Слушайте, ну с режимом сейчас вообще у многих катастрофа. Едят как хотят, живут как знают, и потом удивляются, откуда все берется. Так откуда все берется? А оттуда, что у нас дефицит основных витаминов на 56-58%, витамина С вообще на 80% во всех развитых странах. Я не говорю сейчас о восполнении аскорбиновой кислотой аптечного ряда. Я говорю, что это реальный дефицит. А особенно для тех, кто курит, каждая выкуренная сигарета, это практически истребление того и витамина С, которая хоть как-то может попасть в организм с питанием. И избыток всего того, что не надо, избыток жиров, углеводов, вредных веществ, образуются которые в результате приготовления пищи. Сейчас не секрет, что, может вы об этом никогда не думали, я точно раньше не думала, есть люди, которые жарят на подсолнечном масле в нашей аудитории. Ну отзовитесь, пожалуйста, или знаете людей, которые жарят. Не стесняйтесь, говорите, ладно. Это будет запись, говорю для всех, кто будет слушать это видео. Если кто-то жарит на подсолнечном масле, давайте вспомним, как делают олифу. А олифа – это то вещество, которое вообще-то в моей молодости, я помню, как были деревянные рамы, которые во время ремонта зачищали от старой краски. И вот эту шероховатую поверхность дерева смазывали олифой. Для чего? Она как вязкая смола, просто покрывала это всё, делала гладким и противостояла тому, что краска будет впитываться в дерево. Поэтому слой краски получался гладкий, красивый и блестящий, не впитывался в древесину. Так вот эта олифа, вот эта смола, она производится путём прогрева подсолнечного масла. Если вы до сих пор жарите на подсолнечном масле, вы едите олифу. Как будут чувствовать себя сосуды? О мозг, о кровоснабжении. Ладно, не рассказываю всё подробно, потому что вы сейчас хотя бы запустите одну маленькую мысль. На чём я жарю? Ну, как один из вариантов. Кто-то говорит, я ем всё отварное. Да вообще не вопрос. Я люблю, например, с корочкой поджаренную рыбку. Я не люблю отварную рыбу. Мне не нравится она. Ну, как бы ни эстетически, ни по вкусовым качествам. И поэтому, если я люблю жареное, мне нельзя это запретить. И я понимаю, что это не вредно, если только я жарю на правильных жирах. Вот и всё. Ну, как бы, не надо себя во всём ограничивать. Иногда это просто бесполезное занятие. Нужно просто правильно понимать, на чём можно, на чём нельзя. Кто кем является и нужно ли мне это вообще. А по поводу дефицита, сейчас недостатки тех же витаминов. Когда мне говорят, лето придёт, наемся витаминов, на всю зиму хватит. Слушайте, даже летом у людей, я вам скажу честно, у всех практически дефицит по витаминам, по минералам, по белку. Сейчас, по-моему, 7,5 миллиардов людей, населения, да? Так вот, большая половина населения в недостатке катастрофическом по белку. Как вы думаете, если человек, родители взрослые, высокие, а ребёнок маленький, это что? Да недокормленный он по белку, как один из вариантов. И смотрим. Ладно, поменяю вам тоже та же песня. Сейчас страшные вещи творятся. Сейчас чуть дальше расскажу. Смотрите, вот сейчас в интернете много полезной информации, типа по правильному питанию. Вот эта пирамида питания, видели? Слышали? Да? Надеюсь, видели. Так вот, пирамида, о чём гласила? Она была создана во времена тяжёлого послевоенного времени, когда население надо было сытно накормить, чтобы оно могло работать и восстанавливать. И в основном это всё было вручную, немножко механизировано. Поэтому первое, что надо было чем накормить, это крупы, это каши, это хлеб, потому что это углеводы, а углеводы дают энергию. Это было круто, люди много работали. И это было в основе, это было дёшево, это было полноценно по удовлетворению энергетической потребности. И поэтому это ставили в основание пирамиды. Только потом шли овощи, только потом шло немножечко яйца, да, там одно яйцо раз в три дня, орешки, там фасолька, это вообще было непризнанное блюдо. Вот, ну, курочка там и что. Молочные продукты, жиры, их вообще типа нельзя есть, ну, по чуть-чуть. Хотя в столу, всегда знаю, и в кафе, там и где-то в армии, да, 15 грамм сливочного масла, какой чинаж или 20. Точно не знаю, в армии не служила, но знаю, когда в лагере я была и где-то в каких-то учреждениях, ну, вот такой вот кружочек с маслом всегда на завтрак давали. Ну, а уж сладости, конечно, в ограниченном количестве. И в этом я согласна. Поэтому основные правила питания всегда гласили, хочешь снизить вес, да, ешь правильное питание. Я вам скажу, если вы хотите снизить вес, переверните эту пирамиду. Почему я это говорю? В интернете есть фильм, по-моему, «Сахар» называется. Сделали эксперимент с одним юношей. Поместили его в какие условия? Правильного питания. Так вот, этого юношу кормили на протяжении двух месяцев идеальным, правильным питанием. На завтрак были каши, в обед были там определенного вида каши, как гарнир и основное блюдо. На ужин было там тоже мясо, яйцо. Ну, в общем, все правильное питание. Давали мало сладостей, больше зерна, ну, как и положено по пирамиде питания. Что произошло? Смотрите. Произошло то, что плюс 10 сантиметров в талии за два месяца правильного питания. Из такого стройного юноши получился полубеременный человек. Плюс 10 сантиметров в талии за два месяца правильного питания. Обратите внимание, вот она пирамида, которую нам доказательно регламентируют. Поэтому я в курсах, мы показываем, ну, как я не навязываю никогда свою точку зрения, я показываю, как относиться к своему телу, на чем основано должно быть ваше питание, в зависимости от вашей жизни, от ваших привычек, от вкусовых пристрастий, от регионов, где вы живете, от тех возможностей, которые вы имеете, потому что насиловать себя нельзя. И сбалансированное питание это обязательно норма по белку. Для девочек это 1 грамм на килограмм массы тела, для мальчиков это 1,2 на килограмм массы тела. Я не говорю о спортсменах, там выше. Питательная ценность. Должно быть сбалансированное питание, оно должно быть питательное, оно должно быть вкусное и сытное. Питьевой режим обязательно, хотя бы 1,5 литра в день. Почему я с вами разговариваю, уже допиваю 300 граммовый стакан. Допила, молодец. Вот, поэтому воду надо пить, без воды ничего не будет. Ну и режим питания, нужно приучить свой организм к определенному режиму, потому что должны вырабатываться желудочные соки, пищевые соки, ферменты, желчь. Все должно подаваться вовремя, как говорят, как часы. И плюс, конечно, физическая активность. Вот тогда будет здоровый образ жизни. И вот на школе внутри циологии мы разбираем самые основные вопросы. Хотите понять, как вообще мы набираем лишний вес? Как появляются связанные с этим проблемы по здоровью? Вначале нужно разобраться, в чем нуждается наш организм, заложить фундамент для постройки правильно выстроенного гармоничного тела и уж потом заниматься чем-то исключением, а не методом. Сначала запретим все, а потом как получится. Почему важно выстроить питание с позиции нутрициологического подхода? Потому что организм человека состоит из 100 триллионов клеток и нуждается в 114 питательных элементах. наше тело, ну смотрите, вот оно, в кружочке, это огромный мир клеток. А кот питания клеток, вот кого надо накормить? Знаете, мы часто еду ставим либо в область удовольствия, либо в область, когда встречаемся на встречах, это обычно десерт и кофеек, чайок, да? Когда приходим на праздники большие, это обычно крупные застолья, и там уже чего только не придумывают. Все дорого, вкусно, красиво выглядит, но клетка в шоке от такого изобилия, несочетаемой пищи, особенно недопереваренной пищи, потому что, как правило, идет самоотравление. А клетку, несмотря на то, что такое большое количество наших клеток, ей нужно определенное количество питательных веществ. Но каждый день, и у нее есть свой код, ей надо 22 аминокислоты, ей нужно 15 витаминов, ей нужно 12 минералов, вернее, наоборот, 15 минералов, 12 витаминов, 3 полинасыщенные жирные кислоты и 7 ферментов. Все они появились из одной клеточки путем деления. Была клеточка, стал эмбриончик, а потом появился такой красивый ребеночек. И потом выросли вы. И клетка должна себе создать подобную. Когда я ставлю человека на весы, на анализатор, там стоит биологический возраст. Так вот, возраст не по паспорту. У меня сейчас по паспорту 54, а биологический возраст 31. Круто? Круто. А если я наберу жировую массу, у меня сразу будет 65 возраст. Это я вижу на тех же весах, которые показывают код моей клетки. Вернее, возраст моей клетки. Так вот, клетка может воспроизводить себе подобную в 25-летнем возрасте, а не в 65-летнем. 65 лет клетки это уже пенсия, и она делиться не может, размножаться, как и бабушке в 65 лет. Поэтому не выполняет она свою функцию, умирает раньше срока, не успев поделиться. И если количество этих отмерших клеток больше, чем количество рожденных, мы с вами стареем, не подниму по часам. Потому что организм не успевает убирать разлагающуюся нашу ткань. Поэтому появляется запах старости, запах смерти. И если вы заходили в комнату с пожилыми людьми, которые уже едят, что получается, водичку не пьют, потому что врач сказал, давление высокое, тебе нельзя пить воду, почки нагружаются, у кого-то отечность, и запах появляется. Запах уже близкой смерти, разлагающегося тела. Потому что человек живёт, но он уже не живёт. И начинается вот этот уже прижизненный процесс разложения. Страшно. Клеточка набирает строительные вещества и строит себе подобную, когда вы дадите эти вещества. И функциональные расстройства всех органов и систем это как раз недостаток полезных веществ в рационе. Отсюда утомляемость, отсюда раздражительность, утомляемость, не получили питание, раздражительность, переизбыток токсинов, которые бьют по головному мозгу. И иногда у человека говорят синдром хронической усталости. Утром встал, уже устал. Работаешь и не можешь полноценно работать. Не запоминаешь, раздражаешься. Это что? Это уже баланс нарушен. Избыток токсинов уже гораздо больше, чем наличие витаминов, минералов, полезных веществ. Отсюда сниженный иммунитет, простуды, ну и преждевременное остарение организма. Можем мы остановить старость? Можем. Если мы правильно будем относиться. Ну а для того, чтобы понимать свой организм и знать, почему нам нужно белка в норме, мы должны понимать, что есть клетки. У нас все обновляется. Можно печень угробить и восстановить. Можно много чего убить в своем организме и со временем вернуть. Это я вижу на своих фотографиях. Как я не уничтожала свою печень в ресторанах, потому что работник ресторанов было 15 лет. Как я не убивала печень тройным сиропом газированной воды, картошкой во фритюре в неограниченных количествах, курением, ну и всякими вредными привычками. Организм все равно смог все старое забыть, меня простить и выстроить красивое тело. Молодец. Почему? Ну потому что я стала изучать правильные дисциплины и начала его понимать. И я поняла для себя такую истину. Есть три органа, которые никогда меня не простят, никогда не восстановятся и умрут сразу, безвозвратно. Это клетки коры головного мозга никогда не обновляются. Если бы обновлялись они, знаете, это наша память. Это так, я сейчас вышла из квартиры и не помню, откуда я вышла. Все, я забыла. Если бы клетки просто отмирали и на них, на их место рождались бы другие, без памяти. Да, это страшно. Поэтому организм защищает от потери памяти и никогда не обновляет эти клетки. Почему? Инсульт. Это смертельно и бывает пожизненно. Хрусталик глаза. Если уже хрусталик помутнил, навсегда. Либо заменяем другим, либо становимся слепыми. Сердце. Клетки сердца не обновляются. Определенные части сердца. Инфаркт. Это бывает один раз и все. Нет, у некоторых несколько инфарктов, но это не значит, что хорошо. А все остальное, смотрите, даже реберные мышцы за 15 лет можно обновить. Когда-то попало в сильную, ну это были времена дефицита, стояли в очереди, не помню уже зачем, меня так сильно сдавили, что у меня грудная клетка деформировалась. Ну вот тут как бы наезд одного ребра на другое было. Вы знаете, я думала, это будет пожизненно. Ну как-то долго не обращала внимания, потом уже замуж вышла и уже как бы там ребенка родила и долго-долго прошло. Обратила внимание, все разъехалось, все стало на место. Слушайте, все класс. Поэтому даже реберные мышцы, даже реберные клетки, там кости, все это можно трансформировать, занимаясь физкультурой, занимаясь, развиваясь, полноценно питаясь, все можно вернуть. А вот и питание кишечника 5 дней, 5 дней. По поводу голодовок, уважаемые, если вы 5 дней не кормите организм белком, будет синдром дырявого кишечника. А отсюда и аллергии, и аутоиммунные заболевания, и кучу всего. Это все мы с вами разберем. Поэтому надо запомнить, что у клетки есть код питания, и она чего-то хочет. На первом месте стоит белок. Поэтому все продукты питания, которые нужно есть, мы с вами разбираем. Но самое главное, запомнить, что белок это жизненно важный элемент питания, который нам просто необходим. Почему необходим? На первой школе мы объясняем все важные функции белка, без чего жить в организме невозможно. Мы понимаем, каждому просчитываем, сколько количества нужно, как подходить к этому организму, как гарантировать здоровый источник белка, как избежать лишнего. И самое главное, как понять, у вас он усвоился или отравились вы от белка. Потому что с возрастом многих врачи пугают, вам белковую пищу нельзя. Почему происходит самоотравление? Самое страшное отравление это как раз вот токсинами белка, разлагающейся белковой тканью. Понятно, что белок это главный строительный материал, а вот недостаток его может вызвать ту же хроническую усталость, и выпадение волос, и мышечная масса. Что такое потеря мышечной массы? Да это некрасивая осанка. Это как раз то, чем боятся, ну вот я говорю там девушкам, ей, допустим, 54, она говорит, я хочу похудеть, я говорю, вам надо снять где-то килограмм 35. Ну если у нее 95, а хочет выглядеть хорошо. Она, да вы что, 60, это невозможно, это нет, как же я буду выглядеть, да я на 20 когда-то худела там, и это было жесть, и это все висело. Слушайте, смотря чем худеть. Если худеть мышечной тканью, вот как раз и будет, потеря мышечной ткани будет некрасиво вас выглядеть. Гормональная недостатка. Все гормоны у нас белковые, кроме половых. Потеря эластичности кожи и сосудов. Вот это ж ваши скачки давления, ну не ваши, конечно, а метеозависимость и все прочее. Это как раз от проницаемости стенки, от ее эластичности, от ее целостности, все это от этого зависит. Поэтому, занимаясь эстетикой тела, мы с вами автоматически включаем оздоровление организма. Круто, круто. Контроль веса, углеводная зависимость, это как раз таки опять мы регулируем белковым компонентом. Ну и у детей замедленное развитие, сейчас замечаю, что и умственное развитие, знаете, в связи с такой бешеной, не знаю, все развивается с такими темпами, такие навороченные смартфоны, телефоны, айфоны, айпеды, айпады, ну в общем, столько всего, что уже не запоминаешь эти названия. Я уже теряюсь у них, если честно. Дети развиваются со скоростью звука, а вот, извините, тело отстает так, что ребенок в 7 лет ему удаляют лишние зубы, которые начали уже вырастать коренными. Почему? Челюсти не хватает. Представьте себе, какие страшные вещи творятся. Так вот, по поводу белка, это я заскочила вперед, по поводу минералов, да, а вот по поводу белка, смотрите, у нас в молодости 75% мышечной ткани у женщин, а у мужчин 85%. Соотношение жира и мышечной ткани, ну я сейчас говорю не жировой ткани, потому что у нас есть еще не жировая ткань, это наши элементы белка в виде, допустим, тех веществ, которые мы не видим, например, ферменты, например, гормоны, например, антитела, они тоже белковые. Так, тоже бактерию взять, ну у здорового человека 3 килограмма полезной флоры, она тоже белкового происхождения, есть белок. Поэтому мы это иногда не видим, нам кажется, мышечная масса это все, что мы видим под кожей, да, видим мышцы, но этого еще как бы и сердце тоже мышечное, и мозг тоже нуждается в белке, там тоже есть белок, и нервы, нейроны, да, там это белковые структуры, мы их просто не видим, но они тоже есть, и они нуждаются в питании. Если мы не дали норму белка, как-то странного в организме, он сразу разбирает сердце. Вот так. Поэтому все, кто сегодня не доел белка, отщипнули, ну так, это я не культурно выражаюсь, абсолютно не по-медицински, но я вам скажу, просто забирайте белковую компоненту у своего сердца. И когда говорят, не получается, получается. Если у кого-то получилось, у вас тоже получится. Эта девушка, водитель троллейбуса, сидячий образ жизни, сказала, ух, как бы почти не получится это похудеть, вот, но за курс минус 8,4 килограмма, это не так много, но поверьте, то, что я говорю, что 3 килограмма в месяц, это нормально, это хорошо, у нее эстетика поменялась. Минус 35 сантиметров в объемах, потому что золотое правило, каждый потерянный сантиметр гораздо важнее потерянного килограмма, поэтому не бойтесь терять вес медленно и плавно, главное правильно, стабильно и постоянно. Без возврат, но школа нутрициологии, почему нам еще нужны минералы и витамины, да, почему я этим вопросом занимаюсь? Кальций, это вообще король всех витаминов. Кальций, это эстетика тела, кальций, это здоровье, и это все наше. Недостаток полезных веществ в организме вызывает вот такую полую кость, смотрите, здоровая кость, это плотная, вот такая вот красивая ткань, а если нам не хватает этого основного строительного материала, как кальций, а у нас 3 килограмма практически у каждого кальция в организме, ну я так образно говорю, да, у кого-то 2,5, у кого-то 3, 3,2, в зависимости от веса, роста, сложения, а у кого-то это губка уже, и представьте себе, если это шейка бедра, а если это лишний вес, смотрите, по структуре тела человек должен весить 65 килограмм, а у него 105, 40 килограмм повесил сверху и ходит, а извините, кость уже не такая, какая была в молодости, уже остеопороз, что такое остеопороз? это не просто диагноз, это труха вместо здоровой кости, и как вы думаете, если все время 40 килограмм давит сверху, ну у кого-то 10, у кого-то 15, ну у кого-то и 50, и если это все, представьте, смотрите, косточка какая тоненькая, и если человек, не дай бог, повернулся как-то не так, хрусь и нет, это не то, что инвалидность, это летальный исход, поэтому функциональные расстройства во всех органах и системах, это утомляемость, раздорожить, вот то, что мы говорим за энергию, почему я говорю, хотите получить энергию, давайте правильно питаться, выстроим рацион, поймем все правила, поставим перед собой задачу, и за руку пройдем этот путь, сниженный мутет, кому хочется болеть, частые простуды, сколько можно относить денег в аптеке, преждевременное старение организма, и даже смерть, поэтому нормальная кость, она должна быть плотной, а вот эта вот труха, это то, на чем жить нельзя, поэтому иногда люди ходят, ножки, то ли, знаете, буквой Х, то ли колесиком, даже детки, когда вот это вот все отклонение, я понимаю, что ребенок недокормленный со стороны минералов, у меня когда-то, я быстро росла в росте, но не хватало, видно, минералов в кости, у меня болели кости, я вот, ну не могла становиться на ноги, без какого-то ощущения мягкой кости, я прям понимала, что она у меня какая-то мягкая, я объясняла маме, она не верила, как кость может быть мягкой, я говорю, ну я так чувствую ее, и у меня болели ноги, а мне на море то песком засыпали, то там медузы прикладывали, типа вылечить, а организму просто не хватало минералов, и опять-таки эстетика лица, да, кто же из нас не хочет быть красивым, уважаемые, так вот эстетика лица, это когда кость разъезжается, на первой фотографии это здоровая кость, полноценно наполненная кальцием, белком и водой, здоровая молодая кость, а вот уже старость, привет, и это может быть уже в 50 лет, представьте себе, вот такое уже старушечье, как себя будут чувствовать зубы, куда поедет, челюсть, вы знаете, что стоматолог, который не рекомендует вам корректные формы кальция, он просто ждет вас, и если вы уже ставили протезы, через два года за новыми протезами, потому что челюсть будет постоянно деформироваться, постоянно разъезжаться, и те старые протезы уже вам не будут подходить, и надо опять тратить деньги, поэтому уважаемые, нужно обязательно самому следить за тем, полноценное ли ваше питание со стороны минералов, и мы с этим будем разбираться, остеопороз это заболевание, десятое место по смертности среди взрослого населения, и это очень дорогостоящее, когда мне говорят, ну сколько там стоит курса, сколько стоит консультация, я говорю, давайте посмотрим вообще, сколько денег можно сэкономить в своей жизни, пожизненно, на всю свою жизнь, и своих родных, и близких, если вы будете обладать этими знаниями, заболевание очень дорогостоящее, операция по замене шейки бедра и тазобедренного сустава, ну здесь конечно 35 тысяч долларов, это статистика европейского рынка, то что мне сказали, я узнавала на территории Украины, вот ехала в поезде, туда ехала мужчина, у него два тазобедренных сустава заменены, бывший спортсмен, а назад ехала, у него как бы один, но ему сразу предлагают и второй менять, потому что он уже тоже в кризисной зоне, так вот замена сустава, я узнала, 4 тысячи долларов без обслуживания, ну короче, там еще операцию надо оплатить, то есть 4 тысячи долларов, это только лишь поставить вот этот сустав, ну как бы вкрутить его в кость, и то тебе еще, если кость труха, то тебя заставляют еще как-то перед этим пройти курс восстановления костной ткани, почему? Потому что закручивать некуда, хотя сейчас говорят, уже на какой-то цемент или раствор ставят, ну в общем, что только не придумывают, чтобы как-то человеку облегчить состояние, а может быть на своих суставах останемся, поэтому у кого-то бесплатно это инвалидность, и люди радуются, что они по каким-то льготам это получают, но я считаю, лучше иметь свои суставы, чем держаться на каких-то льготных, но каждому решать самому. И по поводу того, что я все возьму из питания, давайте посмотрим таблицу, кто у нас лидер вообще по содержанию кальция, брокколи, капуста, представьте, 103 миллиграмма было в 95-м году, и в 2005-м году осталось 11, минус 89% содержания кальция всего лишь за 10 лет. Сейчас далеко не пятый год, сейчас уже 20-й, еще минус 15 лет, вернее плюс. Как вы думаете, сколько в капусте брокколи, добавили ли там кальций, сделали ли органику, удобрили ли почвы, вырастили ли там люцерну, или какие-то такие питательные травы, содержащие кальций, например, какие-то, которые при своем разложении обогатили эту почву. Да нет же, на этом месте сажают и сажают, а обогащать так и не обогащают. Кто под парами держит землю, кто сколько-то лет полезные травы сажает после сбора какого-то урожая, кто этим занимается? Витамин С, говорит, я летом клубники поем, 4 килограмма, и всю зиму буду с витамином С. Да все, что вы сегодня съели, оно вас обогатило по витамину С, на завтра витамины не передаются. Закон жизни. Поэтому таблиц много, мы на курсах просчитываем вообще важность самых основных элементов. Сколько грамм вам нужно, чего жизненно необходимо, из чего это взять и как это распределить по суточному рациону. Ну и по воде, конечно, тоже надо знать, для чего мы пьем, потому что это, даже кость содержит 22% воды. Не знать правила распаивания, это просто лишить себя возможности крепкой кости, красивых зубов, красивых волос и вообще отличного состояния. Боятся потом всяких принципов врачей, не пей воду, просто не зная свой собственный организм. Кровь на 83% состоит из воды, а кровь дает все. И если кровь не будет жидкой, она не сможет донести питательные компоненты по нашему телу. Конечно, мы затронем углеводы, потому что углеводы могут быть либо белой смертью, либо энергией в нашем теле. Почему 8 из 10 женщин после 40 имеют лишний вес? Я не ем сахар и продолжаю растить. Почему? Сколько скрытого сахара в вашей тарелке? Все посчитаем. Почему дети плохо концентрируют? Почему они вообще ходят по потолку и не могут сконцентрироваться? Все разбираем над теми углеводов. Чем вредит глюкоза? Какие вредны, какие полезны? Сколько можно съесть за один раз, чтобы не вызвать вскачок инсулина? Классификацию углеводов узнаем. Какие можно есть? Сколько, чтобы стройнить, удерживать? Как они вообще делятся? В каких продуктах лучше лично вам съесть? Каким образом в жизни вы живете, чтобы у вас было то питание, которое лично вам подходит? Ну, что кушать до и перед тренировкой, это тоже нужно знать, особенно тем, кто занимается спортом. И программа обучения на три месяца, она состоит из 12 занятий. Работаем полтора-два часа раз в неделю. Это личное занятие, очное, где мы разбираем каждому личные вопросы. На первом это будет бесплатное занятие. Оно будет сделано по общему пониманию, что такое белок, в чем свойства белка. Вот, в общем, все по белку мы будем разбирать на первом занятии, которое может быть для вас бесплатным, если вы пригласите еще одного человека на это занятие. Поэтому можно узнать, что это за курс, посмотрев это видео. Можно его передать кому-то. Я оставлю ссылку, можете себе скачивать, можете заходить в эту группу, пользоваться я ее пока не закрываю до первой школы. На первую школу вы попадаете бесплатно, особенно тех, кто сегодня был, ну а дальше уже у нас платный режим. В общем, все в индивидуальном порядке. Все запросы мне в личку, пожалуйста, можете в скайп, можете по телефону, в конце презентации это и будут мои контакты. Введение внутри циологии, что такое превентивная медицина, в чем ее преимущество, все это разбираем. Тема белка, выстраиваем свой рацион, просчитываем. Ну, в общем, все это вы посмотрите в слайдах, расчет рациона, да, где не докормили кого, про воду поговорим, про жиры. Да, кстати, на чем жарить, с чем сочетать, какие полезные жиры, как определить качество жира, все разбираем. Потому что жир, у вас дома лаборатория своя будет. Я вам покажу много принципов, по которым вы можете отслеживать качество продуктов. Что есть, что не есть, на что смотреть в этикетке, как ее расшифровывать, это тоже мы все делаем. По витаминам, минералам, вообще колоссальные вам дам знания, и плюс распечатки, у вас будет материал на всю вашу жизнь. Это целая энциклопедия, то, что, ну, вот сейчас здесь находятся люди, которые проходили мои короткие курсы, месячную программу, в частности, вот Любочка проходила, да, но там не было столько распечаток, сколько я даю на большом курсе, потому что действительно это уже школа, это институт внутри циологии, который я накапливала практически 10 лет. Это все самое интересное, отжатое, все выбранное в определенную папку, где вот самое, самое, от хаду я. поэтому потребительская грамотность, как быть в этом мире, ну, прям ясновидящим по всем продуктам и понимать эти продукты, взял этикетку, ты уже знаешь, о чем, куда смотреть, даже на ту же соль. Вот казалось бы, ну, как же можно испортить соль? Конечно, можно, поместив туда очень ядовитое вещество, а мы иногда не знаем, как спрятать дрожжи под умным названием, мы тоже, как бы, это все расшифровываем, то снимаем мы всякие наговоры лишние на тот же жир, но в то же время разоблачаем те типа нейтральные вещи, да, в этикетках, которые, ну, как бы типа нам не портят жизнь, на самом деле очень портят. Обязательно поговорим про сердце, обязательно про физическую культуру. Ну, и на самом деле, школа нутрициологии, какой результат вы после этого получите? Новый уровень здоровья и качества жизни. Моя личная жизнь тому пример, поэтому могу смело это утверждать, потому что все это я практикую на себе в первую очередь. Красивое стройное тело с оптимальными параметрами, высокий уровень энергии и интенсивный обмен веществ. Сформируйте свой стиль питания для активной и долгой жизни. Станете экспертом правильного питания для себя и своей семьи. И, конечно же, повысите экспертность. Вы будете точно специалист. У вас будут все приходить спрашивать, а как и что, вы станете полезным членом общества хотя бы для своей семьи. А для кого-то это будет увеличение дохода. Если вы это примете как, ну, свое направление, возможно, вы умеете работать в интернете, возможно, вы продаете какие-то курсы, возможно, вы умеете приглашать людей, создавать страницы, какие-то блоги, еще что-то. Слушайте, ну почему не сделать миру хорошо? Вы просто делаете рекламу на правильное питание и вы уже полезный человек в этом обществе. Результаты по окончанию курса. Вы получаете методики, удобные инструменты по ведению клиентской базы, готовые алгоритмы, которые помогут легко вам составить любую вообще программу питания. Научитесь работать с суплементами. Вы сможете помогать людям на более глубоком уровне воздействовать на причину. Мы не занимаемся следствием. У меня отпало или болит, или чешется. Нет, мы смотрим, почему это. Я вам покажу много методов, как смотреть на свой организм с позиции первопричин. Знание психологии, аналитики. Потому что, действительно, иногда мы в панике делаем много неприятных действий, а задача — накормить центральную нервную систему и не беспокоить ее лишними вещами. Поэтому этим мы тоже касаемся этого и обязательно этим занимаемся. Даже выстраиваем цели, потому что правильно настроенный человек уже в выверши. Пройдя курс, вы сможете повысить свою экспертность и быть еще полезным своим клиентам, клиентам, детям, родным, близким, племянникам. Ну, вообще, короче, много кому. Можете подключать к этой программе специалистов, если у вас есть знакомые парикмахеры, которые уже имеют своих клиентов. Если у вас люди, которые занимаются какими-то деятельностями, сейчас вот скажу, потому что и партнерская программа у нас есть. Вообще, кому подходит данный курс? Да вообще, просто для тех, кто не может как-то определиться с этим весом своим, где-то что-то лишнее в сайт, кто что-то перепробовал, у кого процесс сброса веса как-то остановился или было хорошо, но вернулось столько, что даже не ожидал. Поэтому вы гарантированно похудеете, станете носить одежду на 2-3 размера меньше, зафиксируете для себя комфортный вес и объём и навсегда закрепите достигнутый результат стройности. Потому что иногда короткие программы, тем они и некомфортны, что ну как-то вот не успеваешь наработать правильные привычки и нет того человека, который бы тебе подсказывал и как-то тебе бы уже хотелось двигаться дальше. Поэтому в больших курсах, ну, в трёхмесячных, представьте, мы проживаем четвёртую часть года с вами. Это круто. Ну, как бы вы настолько уже привыкаете делать правильные действия, что потом уже ну как-то никак в неправильное не идёте. Если вы в отличной физической форме и вам нравится ваша фигура, ваша фигура, ваш вес, и вы хотите выглядеть молодо, стройно, с энергией, ещё как можно дольше сохраниться в этом всем, то вы получите чёткое понимание, как же удерживать этот идеальный вес, как сделать так, чтобы вы в любом возрасте имели такую фигуру, стиль питания и правильные привычки. Поэтому кому подходит, смотрите, если в окружении есть диетологи, да пожалуйста, они уже умеют работать, но диетология – это как бы одна сторона медали, а мы идём гораздо больше. И если хотим разобраться в скрытых причинах застоя веса, почему, допустим, даже печень с щитовидной железой участвует в блокировке веса, с этим тоже надо разобраться, потому что ни одним питанием можно это сделать. А мы это всё говорим, и алгоритмы управления весом даём, с маркерами на здоровье. Косметологам и владельцам салонов, смотрите, когда человек приходит к косметологу, он платит деньги за сегодня и получает результат на сегодня. Когда он уходит от косметолога, он перестаёт приносить прибыль косметологу. Поэтому, уважаемые, если кто-то работает с клиентами, вот так, знаете, вы сейчас даёте пользу, вам за пользу платят. А если человека вы научили пользоваться какими-то правильными методиками, если вы его закрепляете за определёнными, например, теми же магазинами, которые дают правильные, корректные формы кальция, например, вы представьте, человек пожизненно может пользоваться этим магазином, а вы пожизненно имеете свой бонус от магазина. То есть и это мы рассматриваем даже. Здесь сплетено очень много направлений, поэтому этот курс для многих. Мастера маникюра, которые делают красоту там ногтей, да, слушайте, это вообще вредная профессия, я просто удивляюсь, насколько, да, маска не спасает. Как лёгкие страдают, как мозг страдает, как дыхательная система страдает. Слушайте, реально нужно заниматься системой оздоровления, омоложения, а суставы, а всё прочее. Таких людей надо спасать, и они, спасая себя, потом ещё и своим клиентам это всё рассказывают. Смотрите, сколько людей через косметолога или через мастера маникюра проходит в день. Представьте, сколько полезной информации можно дать, и они просто, ну, как бы, становятся источником благословений для многих. А тренерам, а тренерам по фитнесу, йогу, там, пилатесу, смотрите, насколько классно. Люди, ну, я просто сама ходила на фитнес и понимаю, иногда просто непонимание, что нужно что-то добавить, чтобы человеку стало хорошо, это закисление. Вообще-то, как бы, сильная физическая нагрузка это закисляет. Но я знаю методики, которые я щелачиваю, и человек, который в 25 лет не может выдерживать тренировку, у него голова кружится или болит голова, да, если она рано проснулась, то я в свои 54 чувствую себя гораздо лучше, потому что я знаю некоторые фишки, которые помогают мне заниматься качественно, не, как бы, переходя в сторону закисления. Спортсмены, если хотим усилить эффективность своих личных результатов, нужно знать безопасные технологии защиты. И это тоже полезно спортсмены. Спортсмены, это вообще изнашиваемая часть общества. Они настолько, как бы, сильно изнашивают свое тело, не успевая восполняться, что рано стареют, рано приходят в неодность, даже в какие-то инвалидные, в инвалидность. Зожники и те, кто в поиске себя. Если вам просто нравится тема здоровья, красоты, а также развития, общения, получения новых методик, быть вот на волне современных проектов, таких вот, как сейчас у нас в Москве, такая уже, как бы, знаете, эстафета каждый, это было уже дважды, да, правильное питание в руках специалистов, да, мы собираем специалистов в определенном направлении, ну, и развиваемся в этом плане. В этом году уже закупили зал, ну, как бы, арендовали зал, вы уже продались билеты, сейчас временно прекратилось продажа, потому что еще будем определяться по цене, по возможностям, какие там еще сделаем мероприятия. Поэтому много тем, и это всем полезно. Врачи, психологи, беременные там, бабушки, дедушки, мамы, папы и все прочие. Если просто хотите самостоятельно, грамотно заботиться о здоровье ваших детей, вы тоже можете получить азбуку, прям целую, целый каталог полезных информационных носителей. Психологи, психотерапевты, как можно восстановить психологическое здоровье человека, не учитывая его физиологическое здоровье? Биохимические процессы, это же все настолько сплетено. Вообще здоровье держится на трех китах. Это физическая активность, это биохимические процессы правильно налажены, и это психоэмоциональная сфера, когда человек уравновешен, спокоен, сытно кормлен и активен. Все, вот вам качественное здоровье. Массажисты, остеопаты, повара, повара вообще непосредственно влияют, потому что они готовят пищу, а мы все повара бываем на своей собственной кухне. Мы часто делаем кому-то гимнастику, упражнения, массажи, так научитесь делать ее с пользой для себя и окружающих. Что входит в обучение? Участие в онлайн обучении, это живые мероприятия, доступ к раздаточному материалу, каждому остается доступ к материалу, которым вы можете пользоваться пожизненно, вы это скачиваете себе, у вас пожизненный материал. Доступы в записи в течение трех месяцев после завершения обучения. Доступ к домашнему заданию, каждому выдается задание после каждой темы. Сертификат о прохождении курса, обязательно получите сертификат. Чат-поддержка в течение обучения с возможностью задавать вопросы, вас никто не бросает, вам не выставляют отдельную плату за вопросы или консультации. Две сессии личного общения по разбору ваших вопросов, то есть индивидуально назначаем время и просто некоторые моменты разбираем вот а да я, какие анализы сдать, если где-то там нарушение или что-то, определенный тест заполнить, посмотреть, где какие еще причины. Это годовое участие в закрытом чате для выпускников после обучения. Это уже прохождение других. Вы сами можете посещать те же курсы нутрициологического обучения, которые проходим мы в Институте дружбы народов. Например, есть кафедра, которая занимается обучением нутрициологов. Это вообще новое направление, которое дает возможность развиваться во всех странах, используя просто интернет. Специальные условия в работе с нашими партнерами. Стоимость этого бесценна. Поэтому преимущества какие? Уникальный на сегодняшний день обучение, которое базируется на знаниях ведущих школ специалистов в области здорового питания, а также здорового образа жизни. В курс обучения включаются современные наработки по вопросам детоксикации. Обязательно детокс. Как без него? Как убрать токсины? Вернее, как накормить тело, не убрав мусор? Постоянно закладывая в мусор, получишь мусор. Получение эксклюзивных знаний о перспективах преподавания здорового питания, потому что это успешная профессия, ее можно правильно рекомендовать. По результатам получают аттестацию. То есть есть еще возможность получить документ члена некоммерческого партнерства здоровья. Поэтому предусматривается еще повышение квалификации на кафедре профилактической медицины. В факультете это повышение квалификации РУДН. И по окончанию этого обучения тоже оформляется сертификат РУДН установленного образца. Можно повышать свою квалификацию до невозможности. То есть сколько хотите, столько и повышаете. Это все дает вам не просто ученые степени, это дает вам практику, которая со временем переходит в любимое дело, и этим можно заниматься до 150 лет. Потому что у вас этого здоровья хватит, потому что вы сами будете здоровым человеком. Для преподавания привлечены ведущие специалисты. Когда вы поедете хотя бы раз со мной на какое-то обучающее мероприятие, я вам просто скажу, что вы поймете, что врачи врачам рознь. И кто-то говорит о болезнях, а кто-то говорит о таких вещах, которые нужно знать в каждой семье. Сколько стоит вообще программа участия? Ну на самом деле, если пересчитывать, чашка кофе в день в хорошем кафе, а длительность 3 месяца. Мы с вами 12 занятий, по полтора-два часа работаем мощно. Это знаете, как мне одна девушка написала, месячный курс у меня стоил, когда пересчитала, говорит, это фитнес-программа с личным тренером. Та же сумма, говорит, только здесь я реанимирую почти весь свой организм, еще нарабатываю привычки на пожизненное. Мне не надо, ну на фитнес я хожу каждый месяц, и каждый месяц плачу, а здесь раз отучилась, и уже столько наработала себе привычек. Стоимость всего курса для вас будет 9 990 рублей. Помесячно, если кто-то хочет оплачивать, это 4 300 рублей в месяц. По валюте каждого рынка это в эквиваленте. Поэтому с 1 февраля 2020 года цена курса увеличивается на 20%. Но скажу, с 1 февраля это будет просто дополнительная группа набираться, и курс будет пересматриваться, там добавляются у нас еще люди, которые этим будут заниматься. Пока что можно включиться в эту программу, и помочь окружающим тоже получить эти же знания. Поэтому приглашайте своих друзей на следующее занятие, получите в подарок это занятие бесплатно, еще инструкцию, все, кто сегодня в чате, можете получить, те, кто в записи будут смотреть, и успеют до субботы этой недели пригласить людей, познакомить меня с этими людьми, как-то пообщаться, может быть, просто пригласить на следующее занятие, то получите еще инструкцию в распечатке, как улучшить свой метаболизм. Что такое метаболизм? Это вообще, как бы, как говорят, у меня, как же называют, сейчас я минуточку включу, чтобы я вас, хотелось бы и вас видеть. Пока что вы меня видите, да? Отзовитесь, кто меня видит. Ну, как-то напишите в чат. Ой, Леночка, привет, привет, рада тебя видеть, солнышко мое ясное. Рада, рада очень. Звука нет, пока не слышу. Микрофончик там. О, Лена, привет, как слышно? Меня видно? Лен, пользуясь случаем, вот ты как раз у меня прошла самую короткую программу. Ну, для слушателей сегодняшней встречи. Скажи, вот ты меня в интернете, просто где ты меня нашла, зачем прошла на курс и что получила? Ну, потому что не все здесь так знакомы, как мы с тобой уже успели. Сейчас я звук чуть добавлю. Представься, кто ты. Ну, вот так, расскажи чуть-чуть о себе. Я Лена Семенка, да? На самый момент встречается. А слава была у нас и встречается. Почувствовала очень сильное тепло, что это молитва, потому что молитв очень много было, очень много работы за столько лет жизни. Вот, и даже немножко сомневалась, чисто человеческое чувство, сомнения всегда присутствуют. Вот, и за вот этот последний месяц еще минус 2 сантиметра, в итоге получается минус 19 сантиметров с октября месяца. Ура! Что тебе в курсе понравилось? Ты же в короткий проходила буквально. Да, ну, я уже, поскольку я всю жизнь борюсь, я много читаю, много знаю, да, и мне понравилась вот эта строгость, во-первых, контроль, эти несколько дней, были очень строгие, мне это очень понравилось, потому что я сама такая. И до сих пор, вот уже сколько времени, да, мне не хочется ни хлеба, ни каши. Я удовольствие получаю, вот, просто от сырой даже, сырых овощей получаю удовольствие. Мы приходим в магазин, вот сейчас мы в Киеве с мужем, мы заходим, он уже ходит за мной, говорит, есть нечего, чего покупать, говорит, где нормальные продукты. И мы идем туда, где нормальные продукты. Это как образ жизни уже. Это, ладно, я, да, у меня проблемы, у меня суставы не болят до сих пор. Головные боли были, но это еще идет изменение в организме. Всего четыре раза были за это время, с октября месяца, четыре раза была головная боль. А раньше? А раньше у меня было, муж говорит, через день каждый день. Он уже махнул до меня рукой, говорит, да ты достала, ты все время болеешь, понимаете? Эти суставы. Сейчас я вот, мы по Киеву сегодня прошли, по Киеву 12 тысяч шагов, это сколько, почти 7 или 8 километров. И я сижу бодрая, вы видите, я сижу бодрая. Отлично. Леночка, очень приятно тебя слышать, рада, что ты подключилась. Спасибо большое за комментарии. Если кто-то еще, ну я знаю, что вот тут была, ага, сейчас нет уже, была Любочка, если Люба здесь в эфире, отзовись, ну по-моему уже выключилась, тоже прошла курс, тоже не длинный. Но сейчас есть возможность, Лена, и для вас тоже, может быть для ваших знакомых, особенно тех, кто, кстати, Лен, он комментарий стоял в презентации, то есть вот как раз за своего мужа, это писала Лена, потому что ее муж поддержал и сам начал участвовать в преображении тела, то есть захотел. Поэтому все, что вы видели в презентации, это живые люди. Спасибо, Лена появилась. То есть как бы их можно послушать, с ними можно поговорить, и все, что я даю в практике, это реально практика, это реальные утвержденные результаты, поэтому хотелось бы, чтобы мир превращался в мир красивых и здоровых людей. У меня есть такое желание, у меня есть такая мечта, ну и самое главное, у меня есть наработки, инструменты, чтобы это все сделать. Я хочу сообщников, людей, которые научатся этому же ремеслу, потому что то, что знаю я, я хочу передать свои знания многим людям. И вот в этом курсе, который я сейчас сделала, ну со своим партнером еще, мы будем вдвоем это делать, то есть у меня есть партнер, Анна Мушта, которая прошла свои школы, свою практику, мы с ней вместе работаем, сейчас мы соединили свои знания, мы сделали уникальную систему, как научиться самим, как научиться передавать эти знания, как научиться приобщать людей к здоровому образу жизни, это все у нас спрелось в этот колоссальный ресурсный, такой многоуровневый курс, поэтому сейчас цена просто для того, чтобы всем это было хоть как-то, ну, возможно, и все будем, конечно, в индивидуальном. Да, и еще хочу сказать очень большой позитивный такой момент. Для тех, кто участвовал в моих платных курсах, неважно в больших, в маленьких, в средних курсах, для вас есть хорошая новость. Этот курс будет стоить для вас 50%, то есть я снимаю 50%, я иду на это осознанно, потому что для вас там будут какие-то моменты уже понятные, но очень много того, что вы не получили в маленьких курсах, очень много распечаток, очень большая энциклопедия жизненных принципов, которые просто отдаем вам в готовом виде, прописанном от А до Я, это просто инструменты, не знаю, колоссальной работы, которую мы проделали и продолжаем доделывать сейчас. Этот курс на три месяца мы еще в течение этого времени будем дополнять практику. В прошлом году я была, вот как раз были курсы нутрициологического подхода в мае в Киеве мы проходили, там колоссальные нам знания дали, приезжали специалисты из Польши, из Белоруссии, из России, из Молдавии, это просто колоссальный курс. И в Москве это был как итог этого подведения, это еще система антиэйдж, это система ресурсного состояния, это система новых технологий в вот этой интерактивной медицине, медицине, которая убирает все фармацевтические вот эти вот вещи и просто восполняет жизненный уровень нормальными, естественными методами, которые каждому из нас, ну вот как Лена сказала, да, они теперь знают, куда им идти, что покупать, даже в том виде, в каком это все продается для всех. Поэтому у вас будет колоссальная возможность получить этот курс по просто специальной цене. И я предлагаю этот вариант сейчас для тех, кто меня сейчас слышит, дает, ну как бы, вот смотрите, у нас первое занятие, о котором я говорила, будет уже в эту субботу, и вы сможете попасть на него бесплатно, те, кто сегодня был, и те, кто сегодня еще пригласят людей на это занятие. Это по личному общению со мной, потому что на субботу уже приходят платные, у нас были еще, ну как бы общения, там были вводные занятия, поэтому на субботу уже есть оплаченные люди, которые заплатили за курс, и уже у нас это занятие определено по субботам. Теперь осталось только выровнять с теми, кто добавляется по времени, и мы с вами стартуем в этой программе. С 1 февраля этот курс уже будет продаваться совершенно по другой цене, поэтому, как говорят, все, что мы наработали, это как первый корабль, который мы запускаем, сюда вот как раз можно попасть по такой льготной цене, я считаю, что чашка в день в хорошем кафе, ресторане, кофе, но я думаю, это оправдано. Вот, поэтому, если сейчас у кого-то есть вопросы, можете задать. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!